С того момента, как появились предположения, будто возрожденным москвичом могут оказаться перелицованные автомобили марки Jack, любые новинки от поднебесного бренда перестали восприниматься как проходные. Взять, например, кроссовер Jack JS4. В прежние времена одноклассник модели Kia Seltos и Volkswagen Taos вызвал бы весьма умеренную реакцию со стороны автомобильной общественности. А сейчас каждый задается вопросом, а может это будущий москвич? Как уверяет сам производитель, к созданию платформы этой модели приложили руку лично инженеры компании Volkswagen. Но немецкой вариативности здесь нет, так как привод лишь передний, хотя двигателей предложено сразу два. Российские спецификации таковы. С базовым 120-сильным атмосферником дружит только механическая коробка, а полуторалитровому турбомотору можно будет заказать вариатор французской фирмы Punch. Начальная комплектация предложит фронтальные подушки, систему стабилизации, кондиционер, аудиосистему, круиз-контроль, задний парктроник, датчик света и 17-дюймовые колеса. А в топе присутствуют виртуальные приборы, светодиодные фары, электропривод сидения водителя, камеры кругового обзора, сервопривод крышки багажника, а также набор водительских ассистентов. Цены объявят через несколько недель, а к середине июля немногочисленные дилеры Джака получат первые товарные машины. Черри расширяет присутствие на российском рынке. В массовом сегменте компания представлена маркой Черри, а в премиальном брендом Иксид. Вскоре четко между ними встанет Амода, которая будет представлена кроссовером Амода С5. Этот паркетник является одноклассником моделей Ниссан Кашкай и Шкода Карок. В Китае модель оснащается турбомоторами разного объема, но привод только передний, а коробка исключительно роботизированная. Со временем гамму дополнят второй кроссовер и седан. По планам московского офиса Черри, эти новинки прибудут до следующего лета. И не исключено, что под брендом Амода заявятся существующие модели Черри. Что касается самой новоиспеченной марки, то буквально через месяц-другой ее дилерами планируют стать сразу 100 шоурумов по всей стране. Притом обещано, что эти китайцы станут достойной замены японцам и немцам. И такое вполне возможно. Китайская пресса очень комплементарно отзывается об Амоде С5. А какой будет российская цена, мы узнаем совсем скоро.